Продолжение следует... Продолжение следует... Понятно. Значит, мое мнение. Это не только мое мнение, это мнение всей полноты Русской Православной Церкви в данном случае совпадает. Скажу словами поэта. Собрать все книги, да изжечь. Почему? Потому что эти книги неподлинные. Одни книги сочинены злонамеренными авторами, а другие являются просто подлогом. Вы можете обратиться к любому специалисту по древней литературе. Вам это научно объяснят. Скажите, пожалуйста, вот ваше отношение к христианству. Это я имею в виду, то есть книга Истарха, он называет в данном случае, говорит о том, что христианство, это еврееве, созданное информационное оружие для захвата мира в том числе, что оно противоречит, ну, лидической вере. Ну, Владимира Алексеевича свой взгляд и свою книгу ОРБ «Удар русских богов» он называет не иначе, как шоковая терапия для спящих мозгов. Я никак не отношусь к христианству, потому что я отношусь к славянству. То есть, понимаете, как живут христиане? То, что христианство появилось в Израиле, и оно для Израиля, для народа Израиля, это не Истархов сказал. Откройте Библию, Евангелие от Матфея, глава 15, стих 24. Там говорит Иисус своему ученикам. Я послан только к погибшим овцам дома Израиля. Про русских, славян, сербов, слова нету. Это для них. То есть, если вы хоть раз открывали Библию, там же говорится о двух видах человечества. Первые, которые созданы на шестой день по образу и подобию, да, со свастичной системой, то есть тело, душа, дух, совесть. И которые созданы на восьмой день. Ну, допустим, Бытие, глава 2, стих 7. «И сделал не Бога, Господь, человека из праха земного, в дом, в лице дыхания жизни, и стал человек живою душой». То есть, была создана душа. Глава 3, стих 21. «И сделал Господь Адаму и жене его одежды кожные и одел их». То есть, они получили тело. Поэтому их тело и душа. Духа и совести нет. Поэтому Иисус был к ним послан. И сказал, ребята, я вам принес Духа Святого. Ибо кто примет Духа Святого, станет как дитё малое, и в нём совесть проявится. Ну, кому это было надо, пошли за ним. А кому это было не надо, сказали, пройдите на крест, пожалуйста. Всё. Но это чисто их личные дела. Как они у себя там ведут в Израиле. Во что они верят, это их дело. У меня было, приезжают эти, с не нашего телевидения, НТВ. Как вы решаете еврейский вопрос? Я говорю, ничего больше делать нечего. Поэтому, допустим, когда у нас в 95-м году в Омске открылась самая большая в Сибири соборная мечеть, в Верховной Муфте Сибири Дальнего Востока, меня пригласил на открытие, я пришёл. Не потому что я представитель ислама, потому что я этого человека знаю с 67-го года. Я пришёл к нему, и телевизионщики, а вы как тут? Я говорю, ну, Шакерзянович пригласил, я пришёл. Кто не уважает, тот не пришёл. А местный митрополит не пришёл. А это было в прямом эфире. Поэтому меня, местные христиане, как бы, я веду РПЦ, сразу же записали во враги номер один. И заметьте, сколько у Иисуса было учеников? Двенадцать, да? А в Библии всего два Евангелия учеников и два Евангелия учеников Павла. А где Евангелия остальных учеников? А они запрещены, они объявлены апокрифами, запрещенные к чтению. И вот заметьте, вчера мы съездили в Херсонес. И там стоит памятник Андрею Первозванному, да? А почему же нету Евангелия Андрея Первозванного? Где пятая глава начинается следующими словами. И спросил Андрея Иоаннина, ученик его, Аравии, «Каким вам народам нести благою весть о Царстве Небесном?» И ответил ему Иешуа, «Ходите к народам восточным, к народам западным и к народам южным, туда, где живут сыны и дочери дома Израиля. К язычникам севера же не ходите, ибо безгрешные они не знают грехов и пороков дома Израиля». Но если Иисус объясняет Андрею Первозванному, что на север не ходить, ибо там не ведают грехов и пороков дома Израиля, то почему это Евангелие не используется? Вы понимаете, у нас своя боголетейшая культура, поэтому зачем мне забивать голову чужеродной культурой? «Ну, та же мама моя, ну вот, тут же есть хорошие места, добрые». Я говорю, «Мам, у нас и в Ведах полно». Я говорю, «Ну, ты мне найди в Библии хоть одно место, где хоть слово есть о славянах, о русичах, о белорусах, о поляках, о сербах. Нету там. А раз нету, цени мою». Вот это наше трепетное отношение к так называемым НЛО. Стремление обязательно войти в контакт с этими неведомыми силами. Романтика, которая окрашена темой НЛО. Все это духовно опасные вещи. И вот почему. Когда-то, отвечая на вопрос об НЛО, я прямо сказал, что я не могу себе представить, чтобы разумные существа, которые находятся на совершенно иной, то есть во много крат превышающей нас цивилизации, которые обладают гораздо большими, чем мы, знаниями, которые способны перемещаться так в пространстве, использовать такие совершенные летательные аппараты, чтобы эти разумные существа не вступили в открытый контакт с людьми. Но почему? Ну, прилетят наши космонавты на какую-то планету и увидят там существа разумные, ну, допустим. Но неужели они будут прятаться, водить за нос тех несчастных, создавать некую мистерию вокруг своего присутствия? Да они же сразу войдут в контакт, даже если это будет рискованно. Потому что разум человеческий будет требовать от них, от наших космонавтов, продолжения эксперимента. Такова логика исследований. Почему же эти таинственные существа не входят с нами в контакт? Да потому что это никакие не ныло. А дьявол на протяжении истории различным образом являлся людям. Он являлся им через языческих богов. Он может являться им и под видом космических пришельцев. Действительно ли неопознанные эти летающие объекты? Что говорили об этом наши предки и боги? В наших предках четко рассказано, какие существа на каких планетах живут. Более того, как только появляется возможность биологической жизни на какой-то планете, эта планета сразу же заселяется биологической формой жизни. А так на любой планете жизнь есть. Даже на Солнце и то жизнь есть. Все в видах описано. Как вы могли бы прокомментировать, с кем мы можем иметь дело в данном случае? Ну, в основном сюда прилетают сейчас демонические существа. То есть, пока ночь сварога, божественные существа сюда не прилетают. Просто в темном рукаве галактики наша Солнечная система выходит. Это только после 2012 года, значит, предсказано, что выйдет Солнечная система из темного рукава, войдет светлый рукав галактики, и тогда наши предки опять начнут сюда прилетать. А сейчас в основном те, которые к нам не очень дружественно относятся, или нейтрально, в лучшем случае. Согласно древнему славяно-арийскому календарю, который называется Каляды-Дар, на рубеже 2012 года должна произойти смена эпох. Наш рукав галактики выходит из чертога лесы и перемещается в чертог волка. В греческой зодиакальной системе это называют приходом эры Водолея. Согласно ведической традиции, эпоха Кали-Юга, особенностью которой является тотальная ложь и предательство, заканчивается. В Ведах описываются именно рептилии, ракшасы, то есть людоеды, которые сюда прилетают, и которые сейчас захватили власть над мировым правительством. И в основном сейчас человечество не используют как своих рабов. Это именно о них говорится. И Веда говорится сейчас, и именно документальные съемки все это подтверждают. То есть это в основном они тут хозяйнуют. Есть крышицы, напоминающие рептилии. У них вертикально сориентированные зрачки. Что касается меня лично, я видела насекомообразных тварей, нечто похожее на богомола. Есть еще один вид. Почти два с половиной метра ростом, с очень бледной кожей, совсем без волос. Они отдаленно напоминают людей. Никто не знает, сколько таких видов на самом деле. Может дюжин, может больше. А что они здесь хотят? Какова цель присутствия их на Земле? Ну, им самое важное, чтобы мы для них золото добывали. Золото, потому что им необходимо парниковый эффект на своей планете делать, на Нибиру или на Нимиру, которая вращается вокруг Мары, угасающего солнышка. И чтобы им спастись как-то, им необходим парниковый эффект. Распыляют золото в атмосфере. Необходимы им алмазы, как топливо для их космических кораблей. Необходимы редкоземельные элементы, которые они используют тоже для себя. И нефтепродукты, которые как строительный материал используют, как полимеры. И они просто нас заставляют для них добывать все это. Ученые выяснили, что однажды Нибиру уже погубила другую планету. Оказалось, что 16 миллионов лет назад в нашей Солнечной системе существовала планета Фаэтон. Она располагалась между Марсом и Юпитером. Теперь на ее месте пояс астероидов. Ученые считают, этот пояс не что иное, как осколки древней планеты. По словам астрофизиков, скорее всего, Нибиру столкнулась с Фаэтоном, когда она в очередной раз проходила через Солнечную систему. После такого удара планета разлетелась на куски. Алексей Васильевич, вопрос такой. Приближается не просто планета. Приближается планета, вращающаяся вокруг угасающего Солнца. То есть получается, что мы можем быть свидетелями возмущения не только геомагнитного поля Земли, но и гравитационного поля самой Солнечной системы. Это так? Ну, ученые не признают, что у нас система двойной звезды. То есть вот это Ерива Тресвет, то есть солнышко наше, и это Мара, которая по вытянутой орбите вращается. 3600 лет где-то период общения. То есть она выходит за пределы, как бы, посредник планет. И у них получается, как бы, вахтовый способ добычи полезных ископаемых. То есть раз в 3600 лет они восстанавливают технократическую цивилизацию, навязывают нам ложные ценности и заставляют по-быстрому добывать для них то, что им необходимо. Добывают и потом, им технократическая цивилизация уже не нужна, и они, пользуясь изменениями там и гравитации, природными катаклизмами, которые идут, просто эту технократическую цивилизацию уничтожают, и боги восстанавливают тут опять культурное общество. Так что цели богов и демонов сейчас совпадают. Просто это космические ритмы. Насколько это серьезно скажется, это еще неизвестно. Хотя были случаи, когда вращение планеты останавливалось там на день, на три, на пять, до десяти дней. Это, значит, подвижки земной коры, вулканические процессы, приливная волна до трех километров и так далее. Они этим все пользуются, чтобы сократить поголовье рабочего скота. То есть вот эти фильмы 2012 год, они не на пустом месте снимают? Конечно, они все это знают, что так и должно быть. Если я правильно понял, ценности в виде золота, бриллиантов, алмазов, драгоценных камней, в общем-то, получается, с ваших слов нам навязаны извне? Конечно, нам это ни к чему. А каковы тогда наши культурные ценности, которые нам необходимо будет восстанавливать после завершения деятельности техокархического общества? Да нам богами нужно становиться. Это просто тренажер. То есть как можно у матери грудь сосать и питаться молоком, а можно грызть. Так вот, демоны заставляют нас грызть грудь матери. Поэтому мы страдаем, мы болеем, у нас продолжительность жизни снизилась уже. Если наши предки жили по несколько тысяч лет, то сейчас несколько десятков лет мы живем. Потому что мы неправильно поступаем по отношению к природе. А наша задача – это восстановить культурное общество, которое нам позволит развивать нашу внутреннюю способность, становиться настоящими богами. Нам вот эта цена, вот эта нужна. А наши предки еще сто лет назад жили без всякого электричества, без всякой технократии и прекрасно себя чувствовали, развивались. То есть нам нужно вернуть настоящие истинные ценности, которые позволяют нам развить внутренние способности. Не протезы какие-то технократические, а именно внутренние способности, чтобы стать настоящими богами. Вот это нам необходимо. Когда-то отвечая на вопрос об НЛО, я прямо сказал, что я не могу себе представить, чтобы разумные существа, которые находятся на совершенно иной, то есть во много крат превышающей нас цивилизации, которые обладают гораздо большими, чем мы, знаниями, которые способны перемещаться так в пространстве, использовать такие совершенные летательные аппараты, чтобы эти разумные существа не вступили в открытый контакт с людьми. Но почему? Ну прилетят наши космонавты на какую-то планету и увидят там существа разумные, ну допустим, но неужели они будут прятаться, водить за нос тех несчастных, создавать некую мистерию вокруг своего присутствия, да они же сразу войдут в контакт, даже если это будет рискованно. Потому что разум человеческий будет требовать от них, от наших космонавтов, продолжения эксперимента. Такова логика исследований. Почему же эти таинственные существа не входят с нами в контакт? Один из секретных пунктов плана мировой элиты это строительство подземных баз, которые уже созданы по всему миру. Вот что говорит об этом известный военный геолог Фил Шнейдер. Я думал, что служу своей стране и выполняю военную присягу. Это обернулось совсем другим. Когда я узнал, что военные базы будут использоваться для тайных операций, я решил оставить мою военную службу. Мне запретили уходить с этой секретной службы. Меня арестовали на три недели. Потом выпустили, потому что мой отец умирал. Больше я туда не возвращался, даже получить последнюю зарплату. За 17 лет он успел проработать на 13 подземных объектах. По словам Шнейдера, к декабрю 1995 года в США существовала 131 подземная база. Еще в 1995 году он предупреждал, что новый мировой порядок разрушает правительственные аппараты, происходит слияние в объединенные нации, что ведет к созданию единого мирового правительства, которое стремится через чипизацию достичь полного контроля над всеми людьми на Земле. Он говорил о том, что подземные военные базы — это не только убежище с суперсовременным техническим оснащением на случай экстремальных происшествий, но и база с современными установками для управления сознанием людей, с мощным оружием поражения и установками по управлению погодой. Средняя глубина такой базы — полтора километра. Это настоящие подземные города площадью от 4 до 7 кубических километров. Для строительства используются огромные лазерные древние машины, которые роют туннели со скоростью 11 километров в день. Некоторые подземные базы имеют огромные пещерные пространства. На своих лекциях Шнейдер рассказал, что изощренные сети туннелей соединяют все бункеры. К каждому убежищу подведены два вида туннелей. Один тип — простая сеть узких двухполосных туннелей. Транспортная сеть второго типа — замысловатая система электрических поездов с мощной подвеской, передвигающейся с огромной скоростью. Некоторые поезда приспособлены к перевозке заключенных. 143 места на состав со специальным оборудованием для заключенных. Базы снабжены огромными запасами продуктов питания и всего необходимого. Специальные подземные поля обеспечивают базы сельхозкультурами и овощами. Все эти базы предназначены для представителей элиты в случае, если на земле произойдет природный катаклизм. Эти базы с полной инфраструктурой обычного города, с домами, тротуарами, водоснабжением из подземных вод, электричеством, ресторанами, больницами, магазинами, системой транспорта, системой утилизации отходов. В 1995 году Фил Шнейдер выступил более чем с 30 лекциями. В 1996 году он погиб при крайне загадочных обстоятельствах. Исследователь Ричард Саудер в своей книге рассказал о подземных и подводных базах и тоннелях. Он говорит о том, что кроме Соединенных Штатов, такие базы имеют Китай, Россия, Англия, Австралия, Саудовская Аравия и Израиль. Мы мало знаем о реальных событиях, о реальной истории нашей страны. Существуют карты европейского происхождения, на которых Россия в средние века имеет размеры и названия, отличные от тех, о которых мы узнали в школе. Существует свидетельство, что и Пугачевское восстание было на самом деле гражданской войной. Сражение, на которое был послан боевой генерал Суворов, происходившее в Поволжье, было не единственной битвой между двумя частями страны. В деревне Чадар была найдена каменная плита с объемным изображением Уральского региона с реками и гидротехническими сооружениями системы канала в протяженностью 12 тысяч километров. На территории России существуют древние стоянки. Возраст изделий, найденных там, исчисляется десятками веков. Например, глиняная фигурка с хорошо выраженным женским славянским лицом 30 тысяч лет до нашей эры. Стоянка Сан-Ги, близ Владимира. Великая Китайская Стена. В условиях сложной гористой местности единственная возможность для охраны границы. строилась против китайской страны, о чем свидетельствуют бойницы, направленные на юг. В этом вопросе стоит обращать внимание на древние, невосстановленные остатки стены. Не только в Египте, а Америке есть пирамиды, но и в Китае. Причем самая большая, гораздо больше египетская. строилась по всему миру, пирамиды не случайно имели важное практическое назначение. Луна имеет на себе немало искусственных сооружений, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии в спутниках. Более того, Луна сама является искусственным сооружением. Тому подтверждением в том числе служит одинаковая глубина кратеров на спутнике.